друзья всем доброе утро сегодня мы решили себе устроить экскурсию на вулкан везуви вот он у меня находится как раз таки за спиной но я не знаю даже есть туда смысл подниматься или нет потому что здесь такая дымка прям страшно это либо испарение либо я не знаю либо что-то вредное типа дыма вот вот здесь вообще такой смог как будто бы на дня полем не знаю честно говоря что это такое и в общем туда надо подниматься вот там он находится этот вулкан он около восьмидесяти раз извергался и он действующий вулкан здесь черные камни это все последствия извержения вулкана и вот для меня загадка как здесь выросло столько деревьев вообще и растений всяких разных кустарников я так понимаю что они скорее всего поднялись оттуда снизу постепенно постепенно природа отвоевала свое ну и все равно вот либо от жары либо чего они все засохли пересохли либо ветер здесь был это все переломал ну вот собственно там прямо по курсу неаполь мы сегодня туда едем там проведем одну ночь погуляем в порту кратер вулкана но это надо набрать где-то 500 метров может быть даже тысячи метров отсюда чтобы туда подняться пожаре не очень сильно охота это делать такая ситуация вот это вот синяя разметка это платная парковка здесь номера и парковочное место то есть чтобы здесь припарковаться можно купить только онлайн и здесь вы по моему можете подняться пешком а можете на шаттлбассе кто-то говорит 1 евро стоит проезд кто-то говорит 3 евро ну видимо истина где-то посередине со всего евросоюза англия франция вот еще раз франция далее далее швейцария с австрии много машин с бельгии тоже много машин прям со всего евросоюза сюда приехали смотреть этот вулкан видимо в европе это прям такая достопримечательность но на самом деле вот в таких местах польша вот опять австрия это очень большая машина для европы между прочим вот франция и вот эти все места но если конечно они припарковались правильно по как положено они купили эти билеты онлайн потому что здесь даже аппарата нет где можно купить эти билеты и туда уходит шаттлбасс вот возможно вот здесь продают билеты там знак запрещено запрещено въезд для легковых автомобилей и в общем конечно же в таких местах вот я понимаю как вообще все в нашей жизни во-первых скоротечно и все нестабильно и все относительно потому что вот люди жили жили здесь в этой окрестности одни из самых виллы одни из самых богатых людей римской империи были и в общем вулкан просто извержение было и он все здесь уничтожил нафиг ему вообще без разницы богатый вы человек бедный влиятельный не влиятельный у вулкана просто было извержение он здесь все все просто выжиг и выпалил и стер все с лица земли только пепел остался и черный песочек на пляжах и черные камни здесь повсюду и все опять природа опять выросли деревья и что самое интересное что ну невозможно никак спрогнозировать по сути ну с точностью до ста процентов когда будет следующее извержение и вот эти все люди весь неаполь они здесь живут вот как на вулкане видимо и здесь соответственно такой менталитет много криминала очень в этом городе один из самых криминальных городов италии ну и он сам по-своему очень уникален этот город видимо это связано с тем что люди просто понимают что ну они как бы типа по сути один день живут и никто не знает что будет завтра там или когда вообще или послезавтра может завтра будет вулкан и все вот это у нас с правой стороны уже порт тут даже если присмотреться можно наверное увидеть крепость ну и все такое принципе я думаю даже можно сюда просто подняться если вы не готовились ничего не бронировали просто подняться до парковки и спуститься понаблюдать вот за этими видами если не будет дымки здесь вот дымка сегодня и видимость так себе вот голландии машины и со всего евросоюза здесь можно встретить машины и вот особенно когда вы будете спускаться прям виды будут открываться великолепные конечно же неаполь и пригород неаполя прям густо-густо прям здесь все так сильно заселенная и да я вижу это похоже не дымка это смог потому что нет сильного ветра и все это стоит вот так вот над городом поэтому скорее всего в неаполе будет не очень чистый воздух и в общем когда будете ехать в сторону вулкана здесь будет встречаться вам очень много мест типа ресторанчики всякие разные где можно остановиться ну и собственно перекусить вот с таким вот видом на неаполе или на вулкан ежаем в центральную часть неаполя здесь вот встречаются на вот такие вот бульвары красивые в европе любят вот так вот высаживать деревья высокие большие такие аллеи делать периодически попадаются очень плохие дороги просто невероятно плохие и я в общем выбрал здесь сейчас бесплатный маршрут он идет намного быстрее и по расстоянию быстрее и по времени быстрее потому что если вот так объезжать там в два раза больше и по таким вот дорогам узким маленьким не очень это хорошо это пригород неаполя вроде бы как бы или это еще пока не центральная не самая центральная часть неаполя и в общем неаполь считается чуть ли не самый криминальный город вообще во всей европе и вообще он этот город держится так особняком то есть здесь у них есть неаполитанский диалект язык и что еще здесь интересного придумали пиццу здесь итальянская неаполитанская пицца это вот тесто с томатами и с сыром и в общем базилик там и оливкового масла и это считается вот пицца настоящая итальянская неаполитанская все остальное это типа но не пицца подобное какое-то что там еще либо город был основан в четыреста семидесятом году нашей эры греками назывался неаполис тогда ну и вот уже в дальнейшем в неаполе есть районы очень много районов есть опасные районы где вот скампия например самый опасный район неаполя считается самый опасный район в европе фарселла это район который находится под контролем мафии так что находясь в неаполе нужно знать куда можно пойти куда не стоит пойти и всегда нужно держать на контроле свои вещи и есть еще район который старинный он занесен появляется наследием юнеско есть несколько интересных фактов неаполе вот например есть площадь пребешита и она в общем попробуйте загадкой попробуйте завязанными глазами или закрытыми пройти по прямой от дверей палаца реалия и попасть ровно между двумя конными статуями расположенными на противоположной стороне там всего 170 метров однако никому это не удается и королева маргарита самойская периодически развлекалась она обещала заключенным свободу если им удастся пройти между двумя статуями но помилования от нее никто не дожидался а вот только въехали напали а все остальное это получается были пригороды пригородные такие города спутники да но неаполь он считается как провинция да провинция то есть там в названиях фигурирует вот город потом неаполь и потом Италия то есть неаполь это как район да провинция а здесь похоронен Виргилий это римский писатель известный здесь проживала дочь графа Дракулы которая бежала и укрылась нашла в себе укрытие здесь в Неаполе и якобы сам граф Дракулы тоже в последние годы здесь проживал ну в общем есть еще один такой феномен в честь покровителя Неаполя Сан-Джинарте на улице Дуома построен целый собор Святого Януария имеющий статус кафедрального в крипте собора находится реликвия сосуд с кровью святого три раза в год его демонстрируют прихожанам и в этот момент кровь разжижается если этого не происходит грядут ужасные беды они так считают окраина города и вот эти все города спутники просто невероятно грязные мусор просто валяется везде его здесь совсем никак вообще не чистят не убирают и ну люди у них здесь как-то то ли не принято этот мусор до мусорки доносить то ли они просто его здесь не убирают ну я вот могу сказать что даже наверное в Алма-Ате намного чище потому что у нас как-то стараются поддерживать чистоту и в общем мы сейчас здесь вот въезжаем на одну из платных дорог здесь их в Неаполе очень много и вот даже здесь можно посмотреть сколько мусора мусор остатки от каких-то ДТП тоже здесь и вот эта вот магистраль она проходит по второму этажу как мы уже с вами ехали мы уже с вами въезжали тоже по такой дороге но это будет намного быстрее чем вы будете ехать в городе по узким улочкам газ тормоз ну несмотря на то что она платная эта дорога она вот в таком вот состоянии плачевном и периодически попадаются ограничения здесь здесь 50-70 ну нам 12 километров всего лишь ехать видимо это самый короткий маршрут там есть многоэтажки высокие здания и с левой стороны там будет море аэропорт я думаю сегодня мы погуляем целый день по этому городу а завтра уже поедем подальше вот так вот дорога конечно она того стоит то есть она проходит вот здесь всякие порты еще что-то и она вот прям беспрепятственно проходит а мне навигация проходит показывает что я могу на 14 минут больше проехать по центру и бесплатно наверное мы так и сделаем с вами и как раз посмотрим центр прямо туда не поедем здесь сейчас свернем и у нас получится бесплатный проезд расстояние в принципе такое же единственное время 10 минут прибавилось но мы с вами сейчас проедем и посмотрим соответственно как вообще здесь люди живут не просто пролетим по трассе а посмотрим то есть все что вот это расстояние мы проехали по сути это было бесплатно и это видимо часть магистрали вообще мы в Италии еще ни разу не платили в Греции пару раз заплатили там максимум может быть 5 евро всю Грецию практически проехали по бесплатным дорогам но вот это че а нет это еще мы не выехали это еще бесплатная дорога такая там есть магистраль дальше да здесь прям так серьезно население около 3 миллионов но я думаю это минимум 3 миллиона здесь потому что город очень большой и плюс ко всему еще здесь к нему примыкают очень много разных городов спутников это по операции 3 а вообще в Неаполе миллион ага ну это 11 это самый быстрый населенный в Италии город а как же Рим? по плотности по плотности населения ну Рим мне кажется более плотно населенный ну нет интернет спустой не было окей послушаем интернет много здесь кустарников зелени много но вот сколько мы с вами едем нет дождей уже охота чтобы дождик прошелся Магистраль закончилась не знаю платная она была или бесплатная но у них здесь в Европе просто не так как в Турции то есть если вы проехали у вас обязательно попросят за проезд и посмотрите сколько мусора я как бы понимаю конечно что это все в принципе мелочи в Индии тоже много мусора и люди живут спокойненько но все равно я люблю когда нет мусора когда ничего не валяется когда все как-то чисто и дороги хорошие не знаю мне кажется экономика Италии может себе позволить и дороги отремонтировать и как бы с мусором этот порядок весь навести не хочу конечно судить о книге по ее обложке но прям вообще такое ощущение что здесь бездорожье и вот это матрасы все это люди живут здесь прямо на улице поэтому кстати я и не люблю большие города вот если мы сейчас будем ехать с вами по деревенькам небольшим там будет намного чище и дороги будут намного лучше то есть коммуны они там следят за этим а здесь большой город и поэтому хаос такой вот это вот человек идет причем это вот здесь прямо рядом с бизнес-центром чуть-чуть почище но все равно и мусор встречается и плохие дороги встречаются имеет место быть вот поэтому я и люблю друзья Турцию потому что по сути тот же самый климат то же самое море только все намного как-то шире проще на любой заправке можете в туалет сходить а здесь нужно прямо искать вот это платная магистраль мы туда не заехали мы с нее свернули какие вот цены здесь 1 арбуз 2 евро 10 этих кукурузок 3 евро и я не знаю это наверное не центр ну в общем здесь прям такие трущобы и вот короче говоря люди останавливаются разговаривают и вообще это никого не смущает вот она арбуз будет покупать и ей как бы без разницы что там люди хотят проехать она хочет арбуз купить еще можно коконаты купить здесь два коконата стоит 1 евро сейчас над вот этим вот автобаном пролетел самолет прям туда на посуду ну да здесь еще и рядом этот аэропорт с придачу все в куче как всегда в Италии ну да остановился где остановился там и продает еще нас спасает что сегодня выходной день и мы можем спокойно по этому городу проехать я думаю если был бы путний день здесь бы все кипило бурлело все разрисовано но у них да в Европе не только здесь во многих городах все разрисовано и движение хаотичное люди вот просто как хотят так и едут в сапогах очень интересно конечно вот какие здесь знаки кто кого пропускает непонятно как ехать ехать по интуиции как сердце какими-то плитами уложен весь город непонятно какими то ли это вулканическая какая-то порода просто нарезанная и уложено все то ли что вот приедете в Неаполь увидите что такое плохие дороги и что такое беспредельное движение весь поцарапанный еще и лезет поцарапанный покорябанный может быть мы кстати даже сейчас едем по какому-то району который который мафия контролирует не но я к тому что мы даже сейчас как бы не знаем где мы едем мы просто едем куда нас навигация ведет и здесь только итальянские номера вообще туристов нет не туристическая италия вот акведук просто вот так вот акведук посреди дороги 3 метра 10 сантиметров если машина выше уже здесь не проедет ну и по ширине тоже соответственно да уж никаких вообще знаков нет как ехать ура асфальт а вы мне говорите зачем тебе такая резина это здесь в городе бездорожье вот общаются жестами мы вчера ели итальянский хлеб такой вкусный привкусный в ресторане он нам принес хлеб а масло не принес и мы ему говорим принеси масло он ушел через полчаса приходит масло говорит нет буро масло нет а сегодня на завтраке было масло видимо сегодня завезли я уже честно говоря начинаю сомневаться в рациональности того что мы поехали по бесплатным дорогам вот так они здесь выглядят все все выложено брусчаткой и как то идет по скалам по холмам по горам там пару евро наверное стоил проезд по магистрали по ровненькой вон там вот а я поперся непонятно куда и непонятно зачем ну зато показал вам неаполь беспрекрас в принципе здесь осталось ехать 10 минут думаю доедем потом уже будем поставим машину там где-нибудь под камерой и будем гулять пешочком целый день сегодня гулять до вечера приближаемся к центру неаполя и вот нас здесь встречает вот такая вот архитектура дошли мы до одного замка значит один из главных здесь достопримечательностей видно вот как они здесь делали дров а потом вот такое тоже укрепление типа чешуи и он еще плюс ко всему украшен всякими разными скульптурами невероятные места здесь двери тоже гравированы это дерево но оно прям вот вот так вот все что резьба здесь вырезана рисунки надписи в 15 веке его начали строить и за всего лишь за три года его построили этот замок когда перенесли сюда столицу в неаполь здесь еще в этом городе одно из самых красивых метро в городе потому что здесь в некоторых станциях есть античные вот такие и всякие разные достопримечательности и вот лодочки это все станции метро вот так вот они украшают вот даже здесь написано что самое красивое метро в мире вот 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 еще один замок на набережной вообще здесь по меньшей мере три замка очень много ресторанов где можно отдохнуть и а там внутри еще один замок который я показывал там на горе еще третий замок здесь у них еще есть вот такой вот фуникулерчик но мы уже поднялись до самой высокой станции и нам никакого смысла нет а так можно было бы на нем подняться с самого низа но либо опуститься так он выглядит обычный стандартный поезд который действует по столу не свет у них очень много машин здесь в италии закрыты вот так вот рули у машин я думаю это связано с тем что здесь наверное даже машину гоняют я вот прям часто встречал у некоторых даже прям совсем полностью рули закрыты не просто какая-то противогоночка стоит а полностью весь руль закрыт и это весьма часто встречается и там прям замок такой амбарный висит вот амбарный замок висит и такая противогонка а вот mercedes припарковался а вы говорите зачем я оффроот резину поставил сегодня наконец-таки мы покинули неаполь и вообще полностью эту всю область как неаполь не знаю почему каким-то таким тяжелым что ли городом вчера мы пошли гулять и вроде бы немного прошли недолго прошли и такая усталость такая прям так сильно жара на нас давила я пока не прыгнул в море не освежился мне прям вообще не отпускал или я выпил чего-то может быть кофе выпил может быть еще что-то плюс ко всему сейчас еще здесь аномальная жара мы едем в сторону рима а там красный уровень опасности до 40 градусов будет подниматься температурой и здесь европе я не знаю почему но она просто как-то ощущается прям вообще сильно и неприятно и усталость ничего не охота делать вообще не из помещения откуда не охота выходить и я начинаю понимать почему они здесь работают всего лишь до обеда и в общем сейчас мы едем в сторону рима и мы едем по бесплатной дороге здесь две дороги можно было там по магистрали ехать с правой стороны был альтернативный маршрут там магистраль и я выбрал на бесплатный потому что во первых не нужно платить там навигация мне написала в районе где-то 10-15 евро но здесь дело не в деньгах а в том что здесь расстояние на 30 километров меньше но все равно мы как бы едем нормально дорога вроде бы нормальная вот мы едем сейчас по мостам здесь периодически попадаются всякие разные речки поля еще что-то а дорога просто построена на втором этаже на втором уровне там с левой стороны моря здесь вот поля и едем уже не знаю километров 20-30 наверно вот так вот дорога на втором этаже проходит полностью вся дорога то есть не какая-то часть а полностью вся дорога как сплошной какой-то мост и я даже честно говоря не знаю зачем они так сделали может это связано с тем что здесь затапливает эту этот регион или еще что-то я даже не знаю почему просто мы едем по мосту и все неаполь мне показался очень грязным городом каким-то таким тесным душным и вообще не знаю в общем не зашел он мне как-то еще у них такой диалект неаполитанский или это язык неаполитанский такой какой-то групповатый что ли и в общем они какие-то все шумные как-то так разговаривают громко шумно и на дорогах вроде бы культурно но попадаются тоже отморозки поэтому я не знаю наверно не стал бы никому рекомендовать вот именно неаполь а вот эти вот города амальфи прям все побережья которые мы проезжали прям я бы наверно с удовольствием даже вернулся но не только не в сезон либо весной либо осенью либо зимой зелени здесь мало деревьев мало кустарники в основном поля все есть евро 80 примерно во всех заправках во всех городах одинаково стоят здесь ограничение по скорости вот 50 90 то есть периодически снижают скорость знаки но ехать в принципе можно и расстояние из-за того что меньше разницы нет что по платной дороге ехать платить там 15 евро что здесь ехать по бесплатной то есть вы по сути проедете меньше и не заплатите 15 евро и единство что будет чуть больше ехать но зато вы встретите возможно какие-то достопримечательности или еще что-то платная дорога она там где-то с правой стороны тоже проходит также в принципе параллельно на подъезде к риму здесь уже где-то у нас 100 километров остается мы прям на дороге встретили это либо мост либо акведук скорее всего акведук древний но он достаточно хорошо сохранился вот пожалуйста прямо так вот на дороге древних виду кверах приключение продолжается вот по таким вот классным дорогам возле рима на подъезде к риму со стороны цены латино здесь есть городочек или деревенька и вот мы вчера уехали по этой дороге и вот сегодня едем дорога прям достаточно такая длинная продолжительная полностью вся в тени сегодня объявлен аномально высокий уровень жары в риме поэтому мы дождались вот до трех часов в отеле сегодня и вот только в три часа выехали в четырем к пяти приедем в рим посмотрим там пару достопримечательностей и потом у нас там дальше город еще после рима километров 50 наверное может быть 70 там есть портовый город и оттуда у нас паром корабль в барселону я решил сэкономить время потому что затягивается путешествие и по италии мы 500 километров ехали неделю поэтому я решил экстренно отправиться в барселону максимально быстро там прокатиться по испании по по португалии сделать круг и уже через францию возвращаться там принимать решение либо ну в общем как-то возвращаться либо в турцию либо в россию жара именно сегодня вот середина лет аномальная жара 41 градус сообщения везде пришли и apple прислал сообщение везде и по телевизору и в инстаграме тоже говорят 6 утра там просто невероятная жара и вот согласно интернета информации только вот после четырех она начнет спадать там 39 38 будет градусов время сегодня поэтому мы в общем вечером посетим там несколько достопримечательностей я был уже два раза в риме и я уже повторюсь мне не нравятся большие города в европе я не знаю почему ну вернее я знаю почему потому что там на подъезде к колизею за километр до колизея там зона специальная с максимальными выхлопами и на самом деле рим экологически очень грязный город и они таким образом ограничивают въезд туда видимо там только местные жители могут по специальным пропускам проехать короче говоря мы погуляем не знаю сколько прокатимся покажем вам рим и все будем убираться потому что у меня вообще никакого желания дома оставаться задерживаться нет чем ближе мы подъезжаем к риму тем выше цены на отель и вообще не знаю я конечно колизей это круто хотелось бы посмотреть его еще раз но я думаю я воздержусь там очень много достопримечательностей всякие разные лестницы фонтаны соборы катакомбы ну естественно у рима такая богатейшая история что хотя бы один раз там я думаю каждый должен побывать посмотреть я в общем еду сейчас вот по вот этой дороге сколько мне едется максимально продолжительно и вот я вот приехал а здесь светофор поэтому такой затор то есть она идёт туда в сторону рима и она ведет вот так вот под деревьями в тенёчки поэтому я здесь потихонечку по ней еду пока только что мы въехали в рим навигация мне показывать 37 километров до колизея по всей видимости это как конгломерация здесь это рим то есть не сам город еще наверно до города и мы не доехали хотя уже может быть даже и город здесь начинается здесь в италии у них все рядом и как правило один город переходит в другой и в общем расстояние между населенными пунктами очень маленько сейчас мы едем по бесплатной дороге она вот с таким вот бетонным ограждением посередине и ну вообще и в целом дорога очень хорошая можно до 80 раз гоняться здесь камер вроде бы нету поэтому все быстро едут нужно отметить что исторически древний рим он славился хорошими дорогами и по твердым дорогам можно было из рима доехать и до афины и до египта можно было доехать то есть прям напрямую с рима и по-прежнему в принципе здесь дороги во-первых по европейски хорошие во вторых и сами по себе еще плюс ко всему хорошие здесь нет такой сильной зимы как у нас в Казахстане и в принципе лед снег не портит так дороги как у нас но все равно попадаются участки где не очень хорошее дорожное покрытие сейчас посмотрим что будет в Риме в самом центре мы на удивление быстро заехали в Рим вот здесь до центра буквально показывает мне где-то 15-20 минут ехать и вот сейчас вот эта дорога по которой мы едем здесь очень много по неограничений велосипедом мопедом грузовиком всем автомобилям свыше 3,5 тонн и автобусом даже ездить нельзя наверное поэтому она такая просторная хотя по той стороне едут мопеды мотоциклы вот так вот в принципе выглядит Рим нет кто-то сравнивает его с Неаполем но мне кажется вообще ничего общего здесь нет здесь нет порта рядом здесь нет вот таких вот перепадов больших вверх вниз ну по крайней мере вот здесь на подъезде и город очень чистый по сравнению с Неаполем дороги прям улицы прям очень чистые ну не могу сказать что прям идеально чистые но по сравнению с Неаполем гораздо чище город вот знак который запрещает сюда заезжать и пробок практически вообще нет вот так до Колизея мне показывают 15-20 минут ехать я не смогу туда заехать где Колизей потому что там зона выбросов минимальных и вот там опять этот знак здесь очень много знаков запрещающих то есть нужно в некоторые зоны иметь пропуск и так далее то есть нюансов очень много поэтому если приедете сюда на машине обязательно этот вопрос изучаете вот примерно так она выглядит эта зона практически по всей исторической центральной части города вот это вот синее это ограничение Ватикан Пантеон Колесей все вот эти фонтаны это все вот как раз таки куда нельзя заезжать и несмотря на то что как бы уже вечер у них работа вроде как закончилась нормально мы едем то есть проспекты такие здесь широкие и можно нормально проехать ну на светофорах конечно же мы останавливаемся но относительно быстро проезжаем вот мы сейчас здесь находимся и вот мы не доезжая этой зоны сюда свернем и где-то вот здесь вот либо припархую машину либо я поеду по своим делам мы разделимся и в общем снимем вам Колизей и все достопримечательности ну уже по отдельности показывает 105 градусов по Фаренгейту и телефон показывает 40 градусов ну прям как в прогнозе погоды и сейчас вот после четырех только она начнет спадать потихонечку жара но все равно очень много людей и вообще здесь и в городе много людей и на дорогах много людей только под кондиционером сейчас спасаться примерно вот перед этим мостом я сворачиваю и там уже это либо акведук либо мост древний и там уже после него начинается зона вот это low emission zone то есть зона на минимальных выбросов ну в принципе я тоже достаточно близко подъеду вот сейчас здесь два километра и там потом около километра прогуляться до самого Колизея не так много единственное за что я переживаю это за жару 40 градусная жара на улице практически никого нет сейчас там прям как в бане будет с такой высокой влажностью еще здесь ну наверное время не так влажно как на побережье еще раз еще раз с десантом еще раз как зон их в Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok